Но мы, тем не менее, постараемся все более-менее разобрать, чтобы вам было понятно, как используется аппарат квантовой механики для расчёта различных явлений. Первая задача, с которой мы сегодня начнём, это задача 17. Первая задача, второе задание, она как раз является примером использования теории возмущений для такой стандартной хрестоматийной системы, квантовой механикой, именно к линейному расселянку. Напомню вам формулы, которые на первой части своей лекции сегодня был Дмитрий Львович. Я, может, их немножко других обозначений напишу, потому что я не знаю, как я их писал. Ну и, конечно, несколько предваряющих слов, чтобы смысл этих формул стал понятен. Постановка задачи такова. У нас есть гемитрониан-система, которую можно разбить в две части. Неизмущённый гемитрониан плюс измущение. Я понимаю, что я, возможно, в значительной степени повторяю текст, который, так сказать... Крышечки нужны. Да. Ну, я иногда не пишу крышечки над гемитронианами, и так понятно. Крышечки — это условность, но если вам с ними приятно, давайте ей напишу. Итак, значит, при этом мы умеем решать задачу невозмущённую с нулевым гемитронианом. То есть мы знаем собственное состояние и собственные уровни энергии. Вот они будут с нуликом обозначать. Возникает, значит, задача с учётом какой-то малости вот этого возмущающего оператора. О том, что означает, что он мал, мы выясним чуть попозже. Хочется получить поправки к спектру — это очень практическая, важная задача. Поправку первого порядка и поправку второго порядка. Ну и, в принципе, хорошо получить выражение для возмущённой волновой функции. То есть волновой функции... Тут вот возникнет некоторая непонятность в обозначениях. Если мы этими скобками обозначаем невозмущённое состояние, то как обозначать возмущённое? Поэтому я иногда... Ну, я так поступлю сегодня. Нам на самом деле сегодня не понадобится выражение для возмущённой волновой функции. на семинаре. Поэтому я и не буду заморачиваться и его писать. Я же не вывожу их, я просто напоминаю. Итак, какой оказывается результат теории возмущения? Результат теории возмущения выражается следующими двумя формулами. Формула номер один — поправка первого порядка к энергии. НТВ уровня. Да, забыл сказать, извините, что сам себя забиваю. Сейчас мы говорим о невырожденных уровнях. Там все прилагательные, надо это вместе написать. То есть невырожденные состояния, невозмущённые. То есть это означает, что одной энергии соответствует ровно один уровень. У осциллятора будет именно так. И вот для этого случая формулы таковы. Значит, формула первого порядка теории возмущения вот такая. То есть оказывается всего-навсего для того, чтобы поправку по энергии посчитать, нужно взять по этому состоянию среднее значение оператора возмущения. Вот. Что же касается второй поправки, то она более хитрая. Она будет в виде суммы. Причем эта сумма может быть как конечной, так и бесконечной. Сумма по всем состояниям невозмущённой системы m, которые не совпадают с состоянием m. Это я вот так напишу. Значит, теперь. Здесь есть дробь. Значит, знаменатель. Нет, начнем с числителя. С числителя стоит квадрат модуля маточного элемента оператора возмущения. m, m по модулю в квадрате. Вот. А в знаменателе стоит так называемый энергетический знаменатель. Есть такая терминология. Вот. И тут стоит разница между невозмущёнными уровнями. m и m. Возникает вопрос, как запомнить, в каком порядке они стоят в знаменателе. m минус e m или m минус e m. Вот. На этот счет есть простое мнемоническое правило. Ну, мнемоническое, не мнемоническое, но, в общем, некоторые правила. Вот, если вы считаете поправку к основному состоянию, вот, то оказывается всегда, как устроена квантовая механика, что поправка к основному состоянию второго порядка, она всегда отрицательна. Вот. И по этой причине основное это состояние имеет самую низкую энергию, да? И поэтому знаменатель, числитель-то положителен. Для того, чтобы была у нас отрицательная поправка, нам нужно, чтобы была вот такая комбинация. Правильно? Вот. То есть мы из основного состояния вычитаем возбужденные. Каких бы они знаков не были, эта разность всегда отрицательна. Потому что мы из основного более низкое вычитаем, более высокое. Поэтому вот эта штука должна быть отрицательной. Вот это простое правило. Поэтому для любого этого состояния надо ноль их заменить, вот, на n. И правильный энергетический знаменатель вот пишется таким образом. Здесь вверху не важно, как индексы написать. Потому что квадрат модуля от перестановки индексов, он, маточный элемент, делается комплексно сопряженный. А поскольку вы берете квадрат модуль, то тут все равно. Что так написать, что это, тут можно не вспоминать как. А вот внизу важно, потому что иначе вы неправильный знак получите. Итак, вот есть две простые, можно даже сказать, красивые формулы поправки к уровню. Таким образом, полная энергия, с учетом возмущения, тогда будет такая. Вот к этому уровню, значит, это будет энергия невозмущенного состояния, плюс энергия поправка первого порядка и плюс поправка второго порядка. Эту формулу можно было и не писать, но во всякий случай, чтобы собралось в голове все вместе. При этом условия применимости этой теории. Ну, во-первых, вот тут невырожденные уровни, иначе это будет неправильно, там будет по-другому. Дмитрий Львович вам про это тоже говорил, мы будем обсуждать это при разборе следующей задачи. А вот само условие малости таково. Нужно, чтобы маточные элементы между уровнями были много меньше, чем расстояние между уровнями, тому, к которому вы считаете поправку, и ближайшим. Вот, собственно говоря, вот, ну тут не эта штука написана, а ее часть, так сказать. То есть, нужно выполнение следующего, много меньше, чем E, M-E5. Вот, если выполняется такое неравенство, а оно часто выполняется, поправочка маленькая, возмущение мало, то тогда эти формулы дают правильный уровень, то есть правильно приближают к истинному значению неравенства. Вот, собственно, вкратце я изложил без всякого вывода теорию возмущения. А теперь давайте применим эти формулы к довольно сложной задаче, и сложность ее заключается не в этих формулах, которые посты. А сложность вычисления этих матричных элементов. То есть, если мы все-таки хотим довести задачу до конца, до ответа, то надо немножко потрудиться. И это все такие задачи из второго задания. К сожалению, у них радости. То есть, они уже такие аппаратные, что ли, или как сказать, более профессиональные, если угодно, в отличие от задач первого задания, которые рассматривают модельные задачи, и служат для понимания основных принципов квадратной механики. Но задачи во втором задании, они, как правило, уже изучают эффекты, которые вытекают из применения более сложного вот этого аппарата. Но, тем не менее, начнем, не будем бояться. Пусть у нас есть гамильтониан. Вот этот самый полный. Он такой, значит, гамильтониан осциллятора. Вот он. Это H0. Сразу разделяют. И плюс возмущение, нелинейность. Вот. Мы учли, так сказать, что частица движется не в точном квадратичном потенциале, а у нее есть нелинейные добавки. Эта задача не совсем академическая. Она имеет часто отношение к реальной физике. Потому что в окрестности минимума потенциала любого потенциал всегда можно разложить в ряд Тейлора. И поэтому первое слагаемое из-за того, что минимум. Нулевое, понятно. Да, равна нулю. Возникает квадратичное, как бы осциллятор. Но, тем не менее, это не парабола. И поэтому есть следующие добавки. И бывают ситуации, когда это неверно. Частица уже так движется в осцилляторе, что нельзя использовать разложение. Ну, не в осцилляторе, а в потенциале. Но иногда бывает, что в нынешних состояниях как раз уровни описываются осцилляторным типом, плюс поправочки за счет возникающей нелинейности. Значит, таким образом мы разделим, выделим вот это возмущение. Но для удобства мы две буквы введем. Мы кубическую нелинейность обозначим V1, а эту V2, потому что маточные элементы нужно вычислять по отдельности. И в этом смысле удобно для обозначения разделить. Значит, сразу же вспоминаем осцилляторные переменные. Потому что делать сложные вычисления не обезразмерив задачу, это не всегда хорошо. Фейнман где-то писал в своих книжках, что это пустая трата мелой времени. И поэтому, если есть возможность задачи обезразмерить, чтобы там характерные энергии были единицами и так далее, мы вводим соответствующие безразмерные координаты и импульс P большое, Q большое, не делая выкладок, поскольку это было в соответствующем месте, я переписываю верхний гемельтинян вот в таком виде получится H омега пополам P квадрат плюс Q квадрат это будет невозмущенный гемельтинян, ну а возмущение соответственно будет таким. Значит, α, H, M омега в степени, соответственно, 3 вторых, Q в куде, это V1 и плюс βH, M омега в квадрате, потому что в четвертую степень мы взводим эту штуку, будет Q в четвертой. Ну ничего особенного не сделали пока, а теперь вспоминаем, что можно ввести еще и операторы окрест, которые, матерские элементы, которые мы хорошо знаем. Я напишу, напомню вам. Но таким образом мы пишем, что Q, как известно, это есть А плюс А крест на корень из двух АП, это есть А минус А крест на и корень из двух. При этом операторы А крест, они обладают каноническим коммутационным соотношением, коммутатор их равен 1, ну а маточные элементы по собственным функциям гемельтиняна H0, они, как вы помните, устроены следующим образом. А N переводит эту штуку N-1, а А крест N переводит N-1 в N-1. Вот, вот такая вот вещь. И тогда нетрудно углядеть здесь и вспомнить, что если вы подействуете А крестом на N, то получится сначала корень из N выскочит, а потом еще раз корень из N. То есть будет N на N. А там корень из N плюс 1? Корень N плюс 1, N плюс 1. Это вы когда-то писали, Дмитрий Львович, это все, наверное, модель. Но я вам просто напоминаю. Я, конечно, не буду эту выкладку делать. Гемельтинян, выраженный через операторы А крест, имеет замечательный вид А крест А. А плюс 1. Я двойку сюда не внес, не внес. И, значит, ну, плюс, соответственно, H. Для чего я перехожу к А крест? Чтобы было единица на 2, на 2 в степени 3 вторых. А плюс А крест в кубе. Это вот V1. И второй оператор – βHmω в квадрате. Одна четвертая. Одна четвертая. Одна четвертая возникла вот из корень из двух. А лучше еще единицы делить на 2 в степени 3 вторых, да? Да. Потому что корень из двух возвели в куб. В принципе, вот эти двойки можно запихать в этот множитель. Я, может быть, позже это сделаю, а может и не так оставить. Четвертая. Итак, мы получили вот вновь с наших обозначений. Вот здесь вот можно двойку вынести, пользуясь тем, что на доске можно... А, вот, сиденье еще. Вот. Это оператор H. Еще раз. Вот этот оператор. Я немножко тесно ставил на доске. Тем не менее, понятно. Вот этот оператор V1, а это V2. Я сейчас перепишу его в другом месте. Итак, V1. Оператор размещения. V1 будет равен, как там написано, альфа H. НОМИГА. Вот. И я воспользуюсь этой двойкой вот туда. В два. Три вторых. Хорошее сопровождение, но ничего. Надо крепить. Зато ремонт делает. В кубе. Значит, это кубическое слагаемое. ОМИГА. И давайте я его, знаете, как запишу. Альфа H. 2 ОМИГА. Три вторых. Вот это вот V1 со звездочкой. Ну, обезразмерную часть оператора. А V2, значит, будет, соответственно, β H2M ОМИГА в четвертой степени. Нет. В. В... В... Куда? Расскажите. Сорин. Значит, коренью звуку в четвертой степени. Это будет... Четыре... А... Ну да, все правильно. Чего я смутился зря? Слушая, я подумал, что там четыре написать и не сходится. Четыре. И это тоже мы вытащим, значит, размерную часть, H2M. Зато я при вычислении сейчас не буду таскать этот множитель. А здесь V2 со звездой. Ну, то есть мы маточные элементы будем у операторов со звездочкой вычислять. А общий множитель потом напишем. Таким образом, V1 со звездой это просто A плюс окрест в кубе, а V2 со звездой A плюс окрест в четвертой степени. И вот теперь мы должны воспользоваться вот этой формулой для начала. Первый порядок теории возмущения. Можно вопрос? Да. А как в выражении преобразовалась степень 2 в степень 4? Ну, я может тут ошибся, хотите оставим в прежней форме? Не-не-не-не-не-не. Потому что вот вы пишете сначала βH на 2MU это вторая степень? А после окреста ставите четвертую. А где после окреста? Там вторая степень должно быть. А, ну, это опечатано. Да. Вот. Значит, тут немножко возникает теснота, налазит одно и другое. Я предыдущие формулы уберу. И вообще вот эту часть можно уже стереть. Она как вот. Вводная. Мы просто переобозначили наш гамильтониал через A крест. В принципе, я мог бы это просто сразу написать. Не надо. Но не надо. Правильно. Мы никуда не спешим. Итак. Итак, давайте. Нам надо вычислить две вещи. Вот n-ти уровень. Значит, A плюс A в кубе n. Это вот V1. Среднее значение. А может быть плюс A плюс? Да, конечно. Немножко рассеянность у нас такая. Ладно. Вы меня простите. Значит, давайте сообразим, почему это равно. Давайте распишем. Да, давайте. Давайте распишем любое слагаемое. Например, А крест, А крест, А крест. Вот он, когда она действует на состояние n, он его в какой номер? Какой переводит? n плюс 1. n плюс 3. А слева у вас что стоит? Подсветление. Нет, вот это. А слева? Слева. Слагаемые, которые тут в кубе стоят. Они меняют номер n. Не возвращают его назад. Либо два креста, либо три креста, либо два креста и не крест, либо все не крестики. Кубе других не будет слагаемых. Короче, нужно. Ура. Понятно всем? Понятно, да, да. Что там вы никак не привернетесь в обратное состояние. Видите, маточный элемент выживает тогда. Пусть у вас есть вот эти вот номера, да? Так, условно я рисую. Вот эти вот номера. И когда маточный элемент вычисляется, вот на него действует оператор, но действует справа налево, а я рисую слева направо. n сначала увеличивается, потом уменьшается, потом еще увеличивается, еще увеличивается. Но в итоге, чтобы маточный элемент выжил, нам нужно, чтобы все вернулось обратно на тот же уровень. А в кубе такое не бывает. То есть у нас должно быть одинаковое количество а плюсов и а? И минусов, да. Ну да. Если просто называть условно минусами, то должно быть плюсов и минусы, не потому что они уменьшают номер. Степни одинаковые должны быть. Да, совершенно верно. И по этой причине вы видите, что, значит, вот здесь вот возникает ноль. Ну, теперь имея такой богатый опыт, давайте теперь посчитаем, что делает сам, ну, сам четвертый. О, там много чего выживает. Да, там много чего. Вот. Нам нужно напрячься и написать все наборы операторов, которые имеют одинаковое количество крестов и не крестов, да? А их оказывается не так уж и много. Да, при этом тут есть такая засада. Надо иметь в виду, что они не коммутируют порядок. Да, порядок важен. И их нельзя переставлять. Ну, то есть переставлять можно, но с учетом коммутаторов, зачем нам это надо? Вот. По этой причине, значит, утверждается, что имеет вот всего-навсего 6 слагаемых. Они устроены следующим образом. А в квадрате, а крест в квадрате. Вот. А крест, а. Я сейчас напишу. Потом переводим. Потом. А крест, а. А, а крест. Это три. Потом. А, а крест, а, а крест. Это четыре. Потом. А два креста внутри. Ну и последний аналог вот этого. Ну их тоже можно было написать таким образом. В смысле, а, а, а крест, а крест. Но я вот квадратами написал. Вот. И теперь их нужно все сосчитать. Пользуясь вот этой формулой, которую я стер и напишу еще раз. А на n. Корень. n. 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 h. n. 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 И все-таки надо пойти на перерыв. Правильно. Написал один. И мы так вот шесть строчек сейчас напишем, и здесь ответ установим. Еще плюс надо написать, где у вас сумма. Да, здесь. Вот здесь еще. Вот в советской традиции было крестик здесь писать, когда строчку переносите в формуле, а в западной вот здесь. Между прочим. Так, типография была принята. А вам какая больше нравится? Мы там и там. Там и там неправильно. Надо выбрать одно.